В Тихом океане В Великом Тихом океане Либо ты ешь, либо будешь съеденным 166 миллионов квадратных километров Одна треть всей поверхности нашей планеты Самый большой океан на Земле С самыми большими аппетитами Великий Тихий океан Прожорливый Сан-Диего, Калифорния В морях, омывающих Сан-Диего Живет самое большое животное Синий кит Его длина 30 метров Больше баскетбольной площадки Вес 200 тонн Как 28 африканских слонов Но питается он самой мелкой добычей Ракообразными размером со скрепку Каждый криль весит менее грамма В день киту нужно проглотить их 40 миллионов К счастью, криль толпится вокруг миллиардами До 60 тысяч в одном кубометре Кит нацеливается на самую плотную часть косяка И захватывает кусок океана Который весит столько же, сколько он сам Его пасть столь огромна, что в ней могут разместиться 100 человек Но она беззубая А в ней язык размером со слона Он выталкивает воду обратно Сквозь пластинки китового уса Крепящиеся к верхней челюсти Ольфетровывает криль и проглатывает его Полтонны за раз Но удовлетворить такой сильный аппетит непросто Даже в самом большом океане Земли Каждый год китам приходится преодолевать Многие тысячи километров в поисках Таких хороших косяков, как этот Чтобы выжить в Тихом океане Нужно максимально использовать Каждый заполненный рот Панпеи, Микронезия Еще один тихоокеанский гигант Манта Или морской дьявол Пять метров в ширину И полторы тонны веса И такая громадина вырастает На продуктах еще меньших Чем у синего кита Планктон очень маленький Словно дымка в воде Чтобы выжить на супе Из таких микроскопических ингредиентов Манта ест практически постоянно В отличие от кита Он не ограничивается тем Что помещается в пасте за раз Манта дышит, извлекая из воды кислород С помощью жабр Чтобы дышать Он должен двигаться Используя для питания Непрерывный поток воды Фильтруя планктон Спрятанными в жабрах Перьевидными граблями Иногда ему везет Попадается обильное скопление еды То, что кажется изящным пируэтом В действительности оказывается Нистовой обжираловкой Среди плотного облака планктона Он будет трудиться На этом злачном месте Пока не вычерпает все А еще один тихоокеанский гигант Настолько прожорлив Что одного рта ему мало Желтое море, Китай Выглядит не очень большим Диск размером с рисовое зерно Дрейфующий по Желтому морю Но менее чем через год Он превзойдет размерами человека Однако сейчас он размером с рот Рот шириной в один миллиметр Меньше, чем булавочная головка Но его аппетит уже чудовищен И пока он столь мал Он пожирает все на своем пути Калорию за калорией Так складывается рацион Разгул чрева угодья Продолжается еще полгода До тех пор, пока не наступает Полное преображение Медуза на море Шириной 2 метра Весом с крупного льва Это самая крупная медуза Не только Тихого океана Но и всей планеты И создана она лишь для одного Чтобы расти Не нужно питание для костей Не нужно поддерживать сложные органы На плавание тратится очень мало энергии Она просто дрейфует с течением Оставляя за собой смерть Сотни щупалец Ощетинились Тысячами стрекательных клеток Крохотных шипов Впрыскивающих в жертву Парализующие зелья Какой бы смертоносной она Не выглядела Но от столкновения с Немурой Погибло только 8 человек Мы не входим в ее рацион Даже мелкие рыбешки Для нее слишком крупны В ее щупальцах Они находят укрытие от хищников Пока получается уворачиваться От смертоносных колючек Нет Немура питается Микроскопическим планктоном Потому что у этого гиганта Только один орган маленький Ее Рот Чем больше она становится Тем больше у нее появляется ртов Каждый меньше того С которого все начиналось Когда она полностью вырастает На ее щупальцах Их будут сотни Такие крохотные Что их почти не видно Невооруженным глазом Но все вместе Они проглотят объем воды С Олимпийский бассейн Насыщенный планктоном Ежедневно Эти гиганты Относятся к одному Из старейших родов На планете Сохранившемуся без изменений В течение миллионов лет Но каждая жизнь коротка Всего четыре времени года Рождение Рост Размножение Смерть Но не ранее Чем каждая самка Выпустит более миллиарда Крошечных икринок В Тихий океан Чтобы возобновить Ненасытный цикл Обжорства И разрастания Но размер Это еще не все Когда дело доходит До поиска пищи В Тихом океане Маршаловы острова На этом далеком оттоле На Маршаловых островах Один хитрый хищник Бросает вызов логике Выходя охотиться Из глубины океана На сушу Нет, это не хищник Это легкие на подъем Крабы В поисках пищи Когда волна отступает Обнажается богатый Выбор водорослей И здесь В изолированных заводях Они, казалось бы Не должны опасаться Хищников глубин Гимноторакс Самая земноводная Из всех мурен Она живет На рифе Под покровом волн Но на этом Крохотном острове Она научилась Питаться на берегу Такое поведение Мурен Раньше еще Никто не снимал Короткое время Мурены могут дышать На воздухе Пока их жабры Остаются влажными Поэтому она Перебирается Из одной заводи В другую На охоте Мурена пользуется Как зрением Так и обонянием Но оправдает ли Быстрый на подъем Краб свое прозвище Никакой борьбы Но откуда взялось Такое необычное поведение В этой же заводе Есть еще одна Мурена Могут ли они Научиться Друг у друга Никто толком Не знает Но они Кажется Не слишком Заинтересованы В сотрудничестве Отлив Отлив сменяется Приливом Муренам Пора возвращаться Туда Откуда они Пришли Они утолили Свой голод До следующего Отлива Муренам 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 Биг Сур, Калифорния На диких берегах Калифорнии один из самых непритязательных хищников Тихого океана получает награду за свое терпение. Чтобы выжить в Тихом океане, он проводит свою жизнь прикованным к скале. Это не растение, а гигантский зеленый анимон или антоплеура желтая. Несмотря на свое название, этот родственник кораллов вырастает не более 25 сантиметров в ширину. И добыча, как правило, соответствует его размерам. Мелкая рыбешка и моллюски. Так же, как его кузины-медузы, он парализует и обездвиживает. Но время от времени анимон начинает жадничать. Вот только вопрос, как их заполучить? Ушастые бакланы и их голодные птенцы. Они еще слишком малы, чтобы питаться самим. Бакланы – опытные дайверы. Но плавать тут опасно. Но не из-за анимонов. Об этот берег постоянно бьются большие океанские валы. Но бакланы родители должны ловить рыбу в любую погоду. Для анимона это лишь вопрос времени. Он захватывает проплывающего мертвого. Баклана. Род анимона достаточно гибок. И он может открываться так широко, что заглатывает всю добычу целиком. За ртом мощные мышцы сфинктера зажимают добычу. Анимон – это живой желудок. И его кишки растягиваются так же, как и его рот. Переваривание уже началось, даже когда он ест. Он съест плоть, а затем выплюнет кости. Океанский вал бросает еду в объятие второго анимона. Перетягивание каната в замедленной съемке. Вскоре от баклана остается... Лишь это перо. Прибрежные воды Тихого океана – одни из самых богатых. Калифорнийский залив. Мексика. Каждую осень у берегов Мексики из глубин на поверхность поднимаются питательные вещества. Это настоящий взрыв жизни. Светение планктона. Что создает питомник для самых пугливых тихоокеанских гигантов. Китовая акула. Самая большая рыба в мире. Они могут вырастать до 15 метров в длину с пастью шириной в полтора метра. Это, по сути, крошка. Всего каких-то... Шесть метров. Китовые акулы идеально фильтруют пищу. В этом они превосходят даже морского дьявола. Беззаботно плавая, они могут фильтровать четверть объема олимпийского бассейна каждый час. Но когда они врезаются в планктоновую жилу, они останавливаются и включают свои насосы. Акула размером со школьный автобус, зависшая в океане и всасывающая планктон. Никакая другая рыба не может вот так прокачивать воду через фильтры. Особо столь уникальная, сколь и прожорливая. Облако планктона исчезает в считанные секунды, как дым. При таком богатом источнике еды и эффективном способе ее добычи акулы накачиваются, как культуристы. Проводя здесь время, они за каждый год вырастают более чем на 60 сантиметров. Когда они достигнут солидных 8 метров в длину, им больше не понадобится питомник для океанских гигантов. Куда они отправятся отсюда и как живут, никто не знает. Но спутниковые метки начали нам показывать, как далеко и широко они разбредаются. Из Калифорнийского залива они уплывают в открытый океан в поисках мест скопления планктона. Одна китовая акула переплыла на другую сторону Тихого океана и оказалась южнее от Толла-Бикини, почти в 9 тысячи километрах отсюда. Размер Тихого океана трудно постичь. Жидкая вселенная и внутри нее уникальные миры. И каждый это новая возможность для поиска еды. Галапагосские острова Эквадор Другого такого места на Земле нет. Галапагосские острова Более ста вулканических островов и обнажений и только четыре из них обитаемые. Эволюционный котел дающий прибежище необычной жизни. И самое известное создание на островах это то, в честь которого они названы. Галапагос Так на старом испанском назывались черепахи. Посмотрите на самую большую на Земле черепаху весом, как три взрослых человека. За час они могут проходить 300 метров. У человека это займет минуты четыре. Возможно, они медлительны, но, подобно своим кузенам из басни, они победители в гонке за едой. За тысячелетия эти гигантские черепахи стали мастерами выживания на столь суровой земле. Мигрируя со сменой сезона в поисках лучшей еды. На вершине одного из крупнейших галапагосских вулканов недавние дожди создали пышный черепаший рай. Шанс откормиться на неожиданной изобильной новой траве. Галапагосские черепахи большую часть дня ничего не делают. До 16 часов в день более ста лет. В засушливое время они целый год могут жить за счет своего жира без еды и воды. Неторопливая жизнь сохраняет энергию. Проверенная временем стратегия на этом удивительном острове. Пока сюда не ворвался мир. Сегодня галапагосы стали незаменимым направлением экотуризма. последний за пять столетий контакт между пришлым и коренным. Но вместе с людьми сюда явились и новые млекопитающие козы. Они разорили луга и леса, уничтожив источники черепашьей еды. Вид, которому миллионы лет чуть не сошел с дистанции на выживание. Но даже когда человеческое вторжение подвергло черепах риску, мы невольно бросили им спасательный круг. Запретный плод. Гуава. Сочная, вкусная. но, как и козы, завезена сюда людьми. И медлительная черепаха мгновенно к ней приспособилась. И теперь на некоторых островах гуава является их любимой едой, основой рациона. Козы тем временем практически исчезли. Истреблены смотрителями парка из-за нанесенного ими ущерба. Но не все так плохо для черепахи. И когда они бродят по своим древним тропам, они откладывают семена того, что съели. Играя свою роль в переменах. сегодня больше половины растений здесь столь же чужеродны, как и козы. Возможно, черепашье «тише едешь, дальше будешь» окупается. Но Галапагосские острова – это тонко настроенная лаборатория эволюции. Никто не знает будущих победителей и проигравших в этой гонке аппетитов. Но не только в экзотических уголках Тихого океана аппетит оказывает такое влияние на жизнь. Более знакомые берега таят в себе не менее богатые и сложные миры. Биг-Сур, Калифорния. Побережье Калифорнии. Под водорослями леса гигантских ламинарией. Их огромные ветви поднимаются со дна океана на 50 метров и тянутся к свету. Такая подводная среда обитания простирается почти непрерывно от Калифорнии до конца Аляски. Ламинария настолько активна, что за день может вырастать на 60 сантиметров. Как и коралловые рифы, она предлагает прибежище бесчисленным видам животных. это одна из самых многоплановых экосистем Тихого океана. Для одного существа водоросли еще и еда. красный морской еж. Он похож на подводного дикобраза и гораздо страшнее, чем предполагает его название. Он ощетинивается оборонительными шипами почти 8 сантиметров длиной, которые растут из его твердого панциря. Они рассчитаны на то, чтобы обламываться в теле нападающего. Еж всегда может отрастить новые. У них более тысячи вездеходных ног с присосками на концах. Так что они могут отправиться куда угодно. Хотя у них нет глаз, они могут видеть светочувствительными клетками на ногах. Но еду они отслеживают своими носами. они прикрепляются к опоре, которой ламинария крепится к морскому дну. созданные для того, чтобы выдерживать жестокие штормы, эти стойкие организмы прочны и волокнисты. Но зубы некоторых морских ежей могут прокусить камень. ламинарный всего за несколько месяцев лес превращается в пустыню. Но ламинарный лес не беззащитен. У него есть страж. Халан морская выдра ежей. Возможно, он самое милое создание в океане, но он обожает морских ежей. Халан играет важнейшую роль в этой экосистеме. Он основополагающий вид Великого Тихого океана. И подумать только, мы чуть его не потеряли. Более века назад за шкурами коланов охотились, что привело их на грань вымирания. Их оставалось не более двух тысяч, когда в 1911 году на них была запрещена охота. Коланы исчезли, ежи размножились, и равновесие в природе было сильно нарушено. его плоский хвост и перепончатые лапы позволяют колану без особых усилий опускаться на дно до 90 метров глубиной. колючая защита ежей ничто по сравнению с когтями колана. Они с хрустом грызут их твердую оболочку своими точеными зубами. Но именно инстинктивная потребность делает их столь смертоносными. Один колан может поглотить полторы тысячи ежей за день, около трети собственного веса. ламинарии. А там, где процветают коланы, процветают и леса ламинарии. Ламинарии, в свою очередь, выполняют еще одну важную работу. ламинария. 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 в Тихом океане в основе каждого аппетита лежит равновесие. Выживание видов. Цель любого существа в Тихом океане. Но каждый делает это по-своему. Кто-то размножается моногамно, на основании королевского указа, даже поменявшись полом. Кто-то очарован Луной, другие любят Солнце, а кого-то влечет роковая страсть. Неважно. Вперед и размножайся. 166 миллионов квадратных километров. Одна треть поверхности нашей планеты. Самый большой океан на земле. Море страсти. Великий Тихий океан. Страстный. остров Гваделупа, Мексика. Мексиканский остров Гваделупа хранит свою тайну. И чтобы раскрыть ее, сюда прибыл один ученый. еще никто и никогда не видел спаривания больших белых акул. Новые данные указывают на то, что оно происходит здесь. Гваделупа, поднявшаяся из холодных глубоких вод примерно в 240 километрах от Нижней Калифорнии, известна тем, что привлекает гигантов. ее пляжи дают пристанище огромной популяции 160-килограммовых морских котиков. И еще морским львам весом по полтонны. А двухтонные морские слоны затмевают всех соседей. Такие жители обеспечивают пропитание большим белым акулам, которые патрулируют берега. Каждый раз, когда им нужна еда, они устраивают смертельный прогон сквозь строй. однако, сегодня у этих белых гигантов другая цель. тут в основном самцы ждущие подруг. И наконец самки прибывают. чтобы добраться сюда, эта самка могла начать свой путь издалека, например, с Гавайев, оставив позади половину Тихого океана. Она приближается. подплывает. Доктор Маурисио Оес прибыл сюда из континентальной Мексики. Ведущий специалист по белым акулам, он убежден, что акулы приплывают на Гваделупу, чтобы спариться. Но фокус в том, чтобы застать их за этим. Полагаю, мы не видели спаривания белых акул, потому что оно происходит вдали от берега или ночью. Самцов и самок редко можно увидеть вместе. Остров Гваделупа исключение. Это необычное зрелище. Взрослый самка в окружении своих ухажеров. В среднем взрослый самец достигает более трех с половиной метров, а самка почти пять. Внешне пол трудно различить. Но у самцов есть характерные выросты. Птеригоподии это акулий аналог пениса. Доктор Оэс знает, что он близок к разгадке спаривания белых гигантов, потому что у него впервые появились веские доказательства. Несколько недель назад мы заметили так называемый выброс птеригоподий. Это когда самцы двигают своими наростами туда-сюда. Мы думаем это потому, что они готовятся к спариванию. Этот снимок самца белой акулы с вытянутым птеригоподием ближайшее к спариванию состояние, которое доктору Оэсу удалось засвидетельствовать. Это единственное такое изображение. Оно получено здесь несколько дней назад. У самок свои подсказки к спариванию. Борозды и рваные раны. Возможные признаки ухаживания. У других видов акул самцы во время спаривания кусают самок вокруг головы и плавников. Беременные самки не путешествуют на Гвадалупу. Они пропускают сезон, что объясняет, почему самцов больше, чем самок. Часть тайны спаривания белых акул уже раскрыта. Доктор Роэс знает, где рожают самки. У мексиканского побережья. Если отследить эту самку от Гвадалупы до месторождения, то наконец можно доказать, что спаривание происходит тут. Сейчас мы пытаемся пометить крупных самок. Мы считаем, что когда они беременны, они двигаются к материковой Мексике, чтобы там разродиться. Он установит спутниковую метку у спинного плавника. В этом месте мышечный слой очень толстый. Мы не хотим травмировать акулу. Подплывает. есть. Отличная маркировка. Мы хотим получить доказательство, что акулы используют материковую Мексику для выращивания потомства и защищают этот район. Отлично. По-моему, там вторая самка. Ключ к постижению больших белых акул – это время. Следуя за дня в день за акулами, доктор Оэс изучает их особенности и причуды. За пять месяцев, что ты здесь, узнаешь настоящих белых акул. У каждой из них своя индивидуальность. Одна из моих целей – изменить к ним отношения людей. Смотри, смотри! Я могу прикоснуться! Ух ты! Эти прекрасные величественные животные выполняют в природе свою роль, а именно контролируют популяцию добычи. От ухаживания до рождения. Жизнь в Великом Тихом океане воспроизводится разными способами – от необычного до знакомого, в том числе такого, какой практикуем мы сами. Образование пары на всю жизнь. ГОДСПОКЕТ, КАНАДА Половинки пар угревидных зубаток отрываются от своих семейных обязанностей на кормежку. Крабы, морские ежи, морские ушки – все это у них в меню. Даже твердый краб – это сухарик. Челюсти угревидной зубатки созданы для дробления самой твердой добычи. Как только она насытится, то вернется в свое логово. Где дожидается ее верный партнер? Угревидные зубатки размножаются в возрасте четырех лет и остаются преимущественно моногамными. партнерство может длиться до двадцати лет. Вскоре после встречи они находят совместное убежище и затем размножаются. Одно спаривание порождает сферу из десяти тысяч икринок. Она не крепится к морскому дну и похожа на свободно плавающий инкубатор. Родители осторожно поворачивают ее, чтобы обмывать насыщенный кислородом водой. Чуть более четырех градусов идеально. Так меньше шансов на то, что заведутся инфекционные бактерии, похоже, что икринки растут быстрее. Мальки вылупятся через три-четыре месяца. до этого хотя бы один родитель остается на страже. Малыши будут дрейфовать вместе с течением. Так они будут скитаться, пока не настанет их очередь найти себе пару и успокоиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Катлинс. Новая Зеландия. Южный край Новой Зеландии. Одинокий рыбак возвращается из моря. Желтоглазый пингвин один из самых редких в мире. в дикой в дикой в дикой природе живет где-то 1700 размножающихся пар. Он только что закончил тяжелый день охоты, нырнув раз в 200 за едой. И сейчас его ждет длинная дорога домой. Желтоглазые пингвины предпочитают зелень леса. Птенцы с нетерпением ждут его. Он несет им в своем животе еду. Местные маори окрестили этого пингвина трескучим крикуном за его пронзительный крик. Местные маори Желтоглазый протокол требует замысловатого приветствия. Дуэт трелей и криков укрепляет их связь. Их выживание зависит от прочности связи. Из всех пингвинов желтоглазые самые асоциальные. Они строят свои гнезда в укромных уголках, где их не найти даже другим желтоглазиком. Примерно 150 дней родители по очереди охраняют яйца и птенцов и ловят для семьи рыбу. В возрасте шести недель птенцы уже достаточно взрослые, чтобы родители могли вдвоем отправиться на рыбалку. Пока птенцы растут, их родители устойчивая пара. Но когда сезон размножения заканчивается и потомство уходит, пара распадается. Они могут охотиться в одних и тех же водах и ночевать на одном берегу, но живут они как одиночки. Их сожительство временно, так же, как и разрыв. в следующем брачном сезоне пара вернется сюда, возобновит отношения и начнет новую семью. Эта модель, вероятно, будет повторяться до тех пор, пока смерть не разлучит их. Их ухаживание спокойно и размеренно. Но для некоторых пар в Тихом океане страсть к спариванию оборачивается насилием. Биг-Сур, Калифорния. Побережье Калифорнии. Благодатные воды. Храмы водорослей. И настырные коланы, наполняющие новым смыслом понятия «любовный укус». Спаривание начинается с кувыркания в прибое. Это шанс оценить размер друг друга. Если им нравится то, что они видят, то самка покинет свою группу и присоединится к самцу на его территории. они объединяются примерно на три дня и могут спариваться несколько раз. Их ухаживание – это борцовский поединок. Без правил. Самец часто кусает самку в нос или затылок, при этом крепко обхватывая ее передними лапами. Это может продолжаться до 30 минут. Их спаривание столь жестокое, что самки могут утонуть. Но в такой жестокости есть смысл. Ученые считают, что в результате укуса за нос у самки, возможно, выходит яйцеклетка для оплодотворения. Это называется индуцированной овуляцией. Близкие родственники выдр, такие как ласки, барсуки и норки, используют такую же технику. Возможно, то, что выглядит как насилие, является вопросом выживания. и в награду один из самых очаровательных малышей Тихого океана. Каланы заботливые мамочки. Они кормят и защищают своего единственного детеныша в течение года, пока он не сможет постоять за себя. И тогда битва полов возобновится. А для кого-то в Тихом океане спаривание может стать поцелуем смерти. Большой тихоокеанский полосатый осьминог был неправильно назван. Его длина всего 8 сантиметров. Его открыли совсем недавно, и у него еще нет названия на латыни, но он уже поражает ученых своим подходом к размножению. Эта самка лежит в ожидании партнера. В ее мире поза и окрас говорят о многом. Так они общаются. Самец скручивает перед ней передние щупальца, приглашая спариваться. Но это опасная связь. Ее аппетиты не только сексуальные. У большинства видов осьминогов самки съедают своих партнеров. Настоящее свидание с ужином. Для своего же блага самец во время спаривания вводит сперму на расстоянии вытянутой руки они быстро переплетаются и спариваются клювом в клюв. Где-то среди 16 ног он пускает струю спермы, чтобы оплодотворить ее яйцеклетки. А затем почти незаметно она обхватывает его щупальцем и изо всех сил душит. Ее хватка подобна тискам. В предсмертной агонии он выпускает чернила. Свобода к нему возвращается цвет. Похоже, что у нее инстинкты убийцы от родственников. Но в последний момент она выбирает жизнь. К удивлению ученых, большие тихоокеанские осьминоги образуют пары. тихооке логово логово и спариваться несколько дней подряд. Это единственный известный нам осьминог, который так поступает. и это уничтожает. Восточные большинство осьминогов, отложив яйца, умирают. Ученые считают, что большой тихоокеанский осьминог за свою жизнь может вырастить несколько выводков. Сотни отпрысков. Они растут почти 40 дней под защитой своей матери. Вылупившись, они оказываются отличными копиями взрослых. Вскоре их подхватят приливы и унесут далеко в Тихий океан, чтобы плыть туда, куда их увлекут течения. В огромном Тихом океане спектр способов размножения столь же необъятен, как и сам океан. Некоторые виды даже меняются гендерными ролями. Ростом до 35 сантиметров пузатый морской конек самый крупный среди всех морских коньков. И уникален в своем подходе к процессу размножения. Раздувание его и без того большого животика сигнализирует о том, что он готов к спариванию. Самец подкрадывается к самке, всегда более крупной, чем он. Она принимает его предложение поплавать вместе. Этот брачный танец предшествует беременности. Его беременности. Это единственный вид, у которого рожают самцы. Одно из чудес природы. В одно мгновение она переносит яйцеклетки из своей выводковой камеры в его и уплывает. Яйцеклетки оплодотворяются в его камере и плавают в околоплодной жидкости. Он носит их около месяца. Его схватки напоминают родовые муки млекопитающих. Первый, детка. Следующий. И каждый полностью сформирован. До 700. За считанные минуты. Для безопасности они удирают в водоросли. Крошечные, новорожденные, столь беззащитны перед хищниками, что до зрелого возраста из всего выводка доживают лишь трое. Это может объяснить преимущество того, что рожают самцы. Ученые считают, что это ускоряет воспроизводство. Пока самец создает одно поколение, самка уже производит эти клетки для другого. Они размножаются так быстро, что некоторые самцы могут родить утром, а к вечеру уже снова забеременеть. Интенсивная совместная работа и скорость – вот залог выживания этого вида. Пузатый морской конек – единственный в своем роде. Но в Великом Тихом океане пол может оказаться столь же изменчив, как течение воды. Рыба-клоун Милая, славная и хорошо известная своим партнерством с анемонами. Это живые ловушки с ядовитыми щупальцами. Они поджидают, чтобы схватить проплывающих мимо рыб. От своего хозяина рыбу-клоуна защищает слой слизи на коже. Но эта защита быстро исчезает вдали от анемона. И он повторно себя иммунизирует, подставляя свой хвост и плавники яду. Это живое убежище. Взамен рыба-клоун защищает анемон от незваных гостей. Выбрасывает мусор и даже доставляет остатки еды. Без рыб-клоунов анемоны часто погибают. Это беспроигрышные, взаимовыгодные отношения. Но рыбы-клоуны – несчастливое семейство. И это залог их успеха. Как и многие рифовые рыбы, рыбы-клоуны рождаются самцами. Но при соответствующих условиях они могут преобразоваться в самок. Стресс определяет пол. Пока рыбы в напряжении, они остаются самцами. А в колонии рыб-клоунов постоянное напряжение. Всеми самцами управляет одна большая самка – королева анемона. В отсутствии самок-соперниц она наслаждается полчищами самцов, заботящихся о ее анемоновой империи. И чтобы они оставались самцами, она постоянно их беспокоит, держит напряжение и страхи. В состоянии стресса рыбы-клоуны выделяют гормон кортизол, который препятствует превращению в самку. Когда королева умирает, ее свита пробуждается в отсутствии выволочки, самая крупная рыба трансформируется. В отсутствии стресса уровень кортизола падает, и самец становится самкой. У рыб-клоунов дихогамия. Они не мальчики и не девочки. Всего за несколько недель в королевстве появилась новая королева. Инстинктивно она преследует своих подданных. Она выводит потомство с альфа-самцом. За свою жизнь она произведет сотни потомков. Никто из этих маленьких принцев не унаследует ее трон. Икринки порвутся, и мальков унесет течением. Через неделю они станут молодыми рыбами и опустятся на дно в поисках нового анемона. Благодаря рыбке по имени Немо рыбы-клоуны стали звездами международного масштаба. В голливудском блокбастере было заложено послание о сохранности природы. Но рыбы-клоуны стали столь популярны, что каждый год миллион рыб забирается с рифов для аквариумов. Все известные нам 30 видов рыб-клоунов находятся под угрозой исчезновения. Так же, как и 10 видов анемонов, к которым они привязаны. Их гибель ускоряет разрушение коралловых сообществ в Тихом океане. Больше всего им сейчас нужна человеческая защита. Но не все обитатели Тихого океана так медленно размножаются. Некоторые успевают все за ночь. Уполу, Самуа. На полпути между Гавайями и Новой Зеландией у островов Самуа по ночам разворачивается представление. Ровно через неделю после 11-го полнолуния года со дна моря вырываются целые полчища. Идет нерест червей полола проведя год зарывшись в норы 30-ти сантиметровые черви трансформируются. Они отращивают хвосты в половину длины своего тела называемые эпитоками наполненные яйцеклетками или спермой. Черви остаются в своих коралловых домах, а их хвосты отрываются и плывут к поверхности. Примитивный глаз помогает ему ориентироваться в лунном свете. Чтобы максимально повысить воспроизводство, каждый червь синхронизирован на нерест в одну и ту же ночь, в одно и то же время. Их много миллионов. Это одно из крупнейших в мире массовых нерестилищ. Ближе к поверхности эпитоки раскрываются и в неистовом размножении выбрасывают несметное количество яйцеклеток и спермы. И наступает пир. На Самуа эпитоки считаются деликатесом. При таком массовом явлении островитяне могут многих раздавить. Через несколько часов феерия заканчивается. Миллионы оплодотворенных яйцеклеток уплывают и оседают на морском дне. Цикл повторяется до бесконечности. В таких завихрениях спаривания проявляется страсть Тихого океана. Но нигде нет такого иступления, как на горячих песках Мексики. Калифорнийский залив Мексика. Это начинается как волна несущаяся к берегу в глубине Калифорнийского залива. Эскадрильи пеликанов выискивают оккупантов. К торжественной встрече присоединяются чайки и крачки. И, наконец, они здесь. Тысячи серебристых тел, сверкающих под мексиканским солнцем. Плывет Грунион. Это одно из самых потрясающих природных зрелищ. Взрыв жизни и смерти. Ни одна другая рыба так дерзко не нереститься. На век Грунионов происходит весной и летом каждые несколько недель. Первыми на берег выскакивают самки, чтобы отложить икринки в мокрый песок. Чтобы их не смыло в океан, они закапываются в песок и сопротивляются. Дармовое пиршество. Бери, не хочу. Вне воды они не могут дышать. У них лишь несколько мгновений, чтобы размножиться или задохнуться. Со следующей волной прибывают самцы и обвиваются вокруг наполовину закопанных самок, используя их как якорь, пока выбрасывают сперму на икринки. Приливная волна размножения. Затем они исчезают так же быстро, как появились. золотистые икринки грунионов останутся защищенные холодным влажным песком. Через несколько недель из икринок вылупятся мальки и следующая волна смоет их в океан. Это награда природы за самый дерзкий акт размножения в океане. Судьба благоволит дерзким, но в Великом Тихом океане страсть это ключ к выживанию. Это было приключение всей жизни снимать в океане покрывающем треть планеты. Масштабы просто невероятны. Готов? Более сложный. Более экстремальный. Более неимоверный, чем мы сами себе его представляли. самые лучшие команды и самые современные технологии. 20 стран, 77 мест съемок, более четырех лет от начала и до конца. Это ваш худший кошмар. Затерянные в джунглях. Эрни! И потерявший дар речи. Кто-то швырнул динамит. Эпохальные открытия и маленькие чудеса. Я никогда не видел, чтобы 8-сантиметровая рыба строила 18-сантиметровое гнездо. Великий Тихий океан. Закулисье. Острова Омами, Япония. Мы бы никогда не справились без инструктора по дайвингу Кимияки Ито. Более 20 лет назад он обнаружил сказочные узоры, таинственным образом появляющиеся на морском дне. и так же таинственно исчезавшие. Он работал вместе с учеными, чтобы понять, что это такое. Гнезда, сооружаемые самцом колючего аротрона для привлечения самки, но он никогда не снимал, как они возводятся. Это наша работа. Событие, которое мы собираемся заснять, длится больше недели. Поэтому мы прихватили с собой все съемочное оборудование, которое только можно вообразить. его распаковка и настройка занимает много часов. Мы привезли несколько камер высокого разрешения, которые пишут в 4К в замедленном режиме, чтобы можно было увидеть поведение, которое трудно заметить в режиме реального времени. Операторы Питер Крэг и Эрни Ковач одни из самых лучших подводных операторов. И оборудование им не уступает. У Питера и Эрни тысячи подводных часов, и они знают, что выполненная работа и безопасность начинаются с основательной подготовки. Поэтому они очень тщательно собирают снаряжение. Для дайверов, впервые оказавшихся в этих водах, гнездо аэротрона все равно, что иголка в стоге сена. Но Ито уже исследовала этот район и пометил буем места вероятного расположения. Вон там. Туда? Он ловко преодолевает языковой барьер. Для такой съемки глубина имеет значение. Чем глубже, тем короче пребывание дайвера на дне. 50 метров от судна. И тут 15 метров вниз. Отлично. Если тут окажется достаточно мелко, можем остаться на весь день. Да, это было бы идеально абсолютно. Если узора можно найти на мелководье, это будет проще и безопаснее для дайверов. Мы плывем над песчаными равнинами в поисках гнезд аэротрона. Я думаю, что мы вряд ли его увидим. Когда они только начинают строить, следы совсем незаметны, я бы проплыл мимо, но Ито написал на своей грифельной доске, что там вроде новые гнезда аэротрона. С Ито мы смогли их найти, без него были бы проблемы. Ито говорит, что самец аэротрона трудится изо всех сил и гнезда быстро обретают форму, так что нам тоже лучше заняться делом. Готов? Мы вернулись на следующий день, и на дне уже были круги, и там плавали аэротроны, потряхивающие своими хвостами и телами, и выкапывающий песок. И он был прав. Это аэротроны строили свои гнезда. Съемки строительства с самого начала потребуют погружения с рассвета до заката в течение недели. Питер и Эрни сразу же видят проблему. Если снимать слишком близко от нежного гнезда, то струи от их ласт могут его разрушить. Они делают сложную опору, на которой можно прочно и безопасно укрепить камеру без вреда для аэротрона и его творения. Хитрое изобретение. Сначала нужно понять, как мы ее туда установим. Нам нужно было оказаться над гнездом и смотреть прямо вниз при жесткой фиксации камеры. Поэтому пришлось соорудить этот сложный каркас из труб. И получилось все довольно хорошо. Сооружение, возможно, самого большого в мире штатива создает свои трудности. Как доставить его в море? Мы погрузили его на судно, доставили на место, привязали к канату и сбросили за борт. Сбросили так, чтобы он не попал на гнезда. Потому что должны быть очень осторожны. А затем пришлось тащить его оттуда к гнездам. Под водой ходить сложно. Утяжелители на щиколотках помогают Эрнии не всплывать. Эрнии нашли гнезда на относительном мелководье. Мы были на глубине не более 15 метров, поэтому когда выходило солнце, свет проникал сверху. это красивое замысловатое гнездо, красивые гребни, но этого не увидишь при обычном свете. Поэтому мы опустили туда мощные осветительные лампы. И когда они все вдруг включались, этот плоский круг словно взрывался. Все его гребни совсем другой вид. штатив позволяет снять столь необходимый вид гнезда сверху. Но им также нужно снять крохотную рыбку, которая его делает. А это значит спуститься как можно ниже для крупных планов. И Питер собирает еще один штатив. Чтобы сделать видеоряд с аэротроном разнообразным, мы использовали разнообразные новые инструменты. ползунок позволял нам прикрепить камеру и спустить ее очень близко ко дну, чтобы на переднем плане появились гребни. Так, у нас есть передний план, не в фокусе, а затем на заднем плане появляется аэротрон, занимающийся своей работой. Аэротрон работает не останавливаясь, чтобы лепить песок, самец использует разные части тела. Его внимание к деталям поражает. Я снимал под водой более 15 лет и никогда не видел, чтобы 8-сантиметровая рыба строила 18-сантиметровое гнездо, идеально круглое, с идеально выполненным узором. Трудно представить, как эта кроха может осилить нечто подобного размера. И он столь же храбр, сколь трудолюбив. Его засняли, когда он прогоняет ядовитую морскую змею, которая подобралась слишком близко. В конце аратрон добавляет кусочки раковины, по-видимому, чтобы еще больше прельстить самку. Похоже, они уже близко к 15-ти сантиметрам в диаметре. Спаривание ожидается в любой момент, как и тайфун, который может все разрушить. Возможно, вскоре появятся самки, или первым доберется тайфун. Посмотрим. Это пока не так люто, как здесь бывает. Но шторм медленно надвигается. Им просто придется переждать. после того, как тайфун проходит, команда возвращается в воду, надеясь, что снимаемые ими гнезда выстояли. Искусство аэротрона выдержало бури. И что еще лучше, время пришло. Знаете, погружаешься и понятия не имеешь, что тебя ждет. И вдруг начинают появляться самки. Это было безумие и большая удача, что мы оказались там, когда все это происходило. Самки осматривают все гнезда в этом районе, прежде чем сделать выбор. Ну, это было круто. Только спустились. Как прибыли прибыли самки. Самцы обезумели в своих гнездах. Они бы не стали спариваться, но самец словно ужаленный разошелся. Наконец, самка обосновалась, а самец пристроился рядом. Он подплыл, куснул в щеку, как бы притягивая самку к себе. Потом они немного вихляют, нерест и все такое. Да, наконец-то мы это сняли. Мы наконец получили. Она откладывает икру и уплывает. Самец оплодотворяет ее и остается сторожить, пока не вылупятся мальки. Затем он тоже покидает гнездо, которое так искусно выстроил. Океанские течения сделают остальное. И ничего не останется, кроме редких кадров уникального зрелища. Важно было позаботиться о том, чтобы команды Великого Тихого Океана находились на местах съемок в безопасности. На воде необходимо внимательно следить за погодой, а у дайвинга свои строгие меры безопасности. В удаленных местах помощь находится далеко, и даже незначительная травма или болезнь могут иметь серьезные последствия. Но учитывая, что опасность даже определяется местностью, даже заматерелые профессионалы озабочены, выдвигаясь на одно задание. В такое место, где потенциальная беда подстерегает во всех уголках и заколулках. Итак, мы здесь, в Льюишуне, в порту на северо-востоке Китая, и мы готовы отправиться на Шэдао. Змеиный остров. Это маленький внушающий страх остров, полностью покрытый змеями. Это только часть оборудования, которое мы погрузили на судно. И теперь поскорее двигаем на остров, чтобы нас окружили миллионы змей. У команды достаточно снаряжения и продуктов, чтобы опровержаться 10 дней, за которые запланировано снимать на легендарном змеином острове в китайском заливе Бохайвань. Шэдао, Китай. Шэдао переводится как «змеиный остров». На нем живет 20 тысяч гремучих змей. Его самые знаменитые обитатели. Шэдао, змеиный остров? Ваш худший кошмар. Зимой и летом добыч мало, и змей спят. Весной и осенью наконец на несколько недель прибывает еда. Тут останавливаются птицы во время их долгого перелета из Сибири обратно. Наша задача снимать в этом сумасшедшем змеином доме. Мы запустили дрон, чтобы проверить рельеф острова и, возможно, увидеть пресловутых змей. Но, чтобы начать съемку, требуется наземная операция. Он был недалеко. команды изучают кадры, снятые дроном, чтобы выбрать места съемок на завтра. Края обрыва обеспечат на рассвете хорошее освещение. Первый день съемок. Прилетают перелетные птицы, и змеи это заметили. после долгого ожидания змеи голодали. Они ползут до кончиков ветвей и замирают. Ловушки из рептилий. первое утро на змеином острове я снял много змей. Никогда не видел такой плотности. Они повсюду. На этом кусте передо мной их не меньше трех. И почти на каждом кусте хотя бы одна в ожидании перелетных птиц. так что отлично. Мы сейчас снимем их на фоне рассвета. Найти их несложно. Жизнь кипит. Все отлично пыхтелка. Поскольку каждая змея ловит свою утреннюю еду, команда должна крутиться, чтобы найти новую тему для фильма. Даже молодняк очень раздражается, когда его растревожат. У скота все еще нет самого главного кадра. Моменты, когда змея бросается на птицу. Змея наготове. Птица близко. Но недостаточно близко. Чтобы провести много времени со змеями, нужно быть в нужное время, в нужном месте. И здесь тот самый случай. Но здесь только змей. Вон, вон. Три птицы сели на куст и одно нападение. Ставим здесь штатив. И ко всему этому чувство бессилия. Птицы, когда на них нападают, это их крик тревоги. Все это происходит вокруг тебя, змеи. Но мы рядом с нужной змеей, в нужное время, в нужном месте, которое хватает птицу. Еще птица. Невероятно сложно. Вон куст. Там семь змей. И это маленький куст. У нас приличные шансы. Та птица сейчас далеко. Я видел, как она скакнула. скакнула. Да. Вот она, смотрите. Скотт снял замечательные кадры. Засада. Бросок. поедание. Классно. Но не то. Бросок змеи это вспышка молнии. Без всякого предупреждения, никакого вот оно сейчас. Нужно быть готовым. С пальцем на кнопке, никаких перерывов. Нужно сориентироваться на том, куда направляется птица и сфокусироваться на змее, которую ты выбрал. Скотт волнуется, что он находится не в нужном месте. По идее, место скопления птиц там, где они должны быть повсюду. Не знаю, хорошо это или плохо, тут полно изолированных кустов, на которые садятся птицы, в противовес тем лесам, куда они направятся. Но, если честно, не знаю, что и лучше. Кадр с нападением змеи это обратный билет команды, и всем им хочется как можно скорее оказаться в более безопасном месте. А на другой стороне Шэдау Джон Дэдс пытается подойти по-другому. Мы снимаем птиц, а птицы пугливы. Если они увидят меня, они не подлетят к змее, а я хочу, чтобы они подлетели и змея бы их съела. Но ему лишь остается сидеть и стекать потом. Снаружи достаточно жарко, но мне хотелось прогреться. Приятно находиться в этой черной палатке на солнце. Температура тела доходит до приятного поджаривания. Третий день и никакого побед кадра. Тут есть пара-тройка птичек, что выскочат, поклюют и обратно. Они садятся прямо на эти смертоносные веточки, обожженные на солнце. Я нацелился на змей, который выжидали. Знаете, когда птица взлетает, она обязательно на что-то приземлится. Наконец, все окупилось. После недели ожидания в попытках разобраться. Чудесное утро, просто замечательное. А в своей пропаренной коморке Джон запечатлел редкий момент, но не тот, что он ждал. Сижу я тут утром где-то в 7.30 в ожидании хорошего кадра. Смотрю в видоискатель, у меня в кадре змея, и прямо на нее летит огромная хищная птица. Похоже, она собирается схватить змею. Змея растеряна. Птица растеряна. Не уверен, знала ли птица про змею, хотела ли ее схватить, но как только птица взлетела, змея развернулась и попыталась укусить птицу. Неважно, едят они их или нет, для птиц это опасное место. Съемки прошли без серьезных инцидентов. И у команды есть отснятый материал. И это не самый ближний к ним опасный куст. Еще несколько лет назад аэрофотосъемка в удаленной местности могла оказаться непосильной, опасной или просто невозможной. Возблагодарим небеса за дроны, высокие технологии и недорого. Они вывели нашу работу на новый уровень. «Понпея» «Микронезия» телевизионная телевизионная программа «Великий Тихий океан» стала первой, кому позволили снимать с дрона над лабиринтом рукотворных островов и водных путей древнего города Нан-Мадол. День первый. Кинооператор Эрни Ковач только начал снимать, как ему уже нужно останавливаться. Надвигается тропический шторм, сильный ветер, который может сбить дрон. Вечер приносит спокойное небо и восхитительный закат, перед которым Эрни не может устоять. В конце дня я немного устал. Я не задумывался, где я просто смотрел на закат. Дрон возвращался, я знал, это было глупо. Я запустил дрон, а потом он пропал. Говорят, что он возвращается, но он не вернулся. Взгляни на этот проход. Он пошел туда, возможно, вон там, на той горе, вот здесь. Тут. Да, кому-то придется попрыгать. операция по извлечению дрона из дерева или дома. Они могут отслеживать дрон через встроенный GPS, пока аккумулятор не сдохнет. ему осталось работать еще два часа. Точно. Если они его не найдут, то на доставке нового дрона в микронезию потеряются драгоценные дни съемки, и она может закончиться, так и не начавшись. приближаемся к дрону. Там довольно большие деревья. Не знаю насколько. GPS это охватывает, пока непонятно, как высоко от земли. Кажется, он приземлился на небольшой ферме. Есть у вас тут змеи? Я подразниваю. Мы уже близко. Подключаемся. Похоже, нам нужно еще пройти метров шестьдесят. Нет, показывает показывает метров сто пятьдесят. Кто-нибудь захватил фонарик? Есть кто-нибудь дома? У дрона осталось лишь половина заряда батареи. Менее двух часов до выключения сигнала GPS. И тогда дрон потеряется навсегда. Думаю, тут никто не живет. О, здесь держат поросят. Смотрите, бетон гладкий. Похоже, метров сто пятьдесят вверх. Как раз около четырехсот футов. его угораздило разбиться на заднем дворе сфинофермы, на этом крутом холме, покрытом зубчатыми вулканическими валунами и непроходимым лесом, который он успел снять. Это ошибка Эрни, и он ее исправляет с одним лишь мобильником, освещающим путь. У меня на ногах шлепанцы. Я немного прошел, и оно случилось. Остается надеяться, что мы вернем их оба. Прошло полчаса. Никаких следов Эрни. Куин и Адам возвращаются в отель за нормальной обувью и фонарями и вновь направляются в джунгли на поиск своего коллеги. Пожелай мне удачи. Удачи. Местность была похожа на зеленую вертикальную беговую дорожку. Казалось, что ты куда-то движешься, а на самом деле просто скользишь вниз по ветвям. Ставишь ногу в какую-то дыру и соскальзываешь вниз до локтей. Я просто смеялся, потому что Куин попадал во все эти дыры. Он пытался пробраться через эти заросли, дошел до нескольких сухих веток и рухнул вниз. Камни острые и все обвиты ветками. Нельзя сказать, где окажется дыра. Лезть в такие труднопроходимые джунгли ночью это это неверный шаг. Эрни! Я кричал Эрни, но никакого отклика и тут я подумал, а если вдруг что-то случится с Эрни, вы понимаете о чем я? Одно дело дрон, можно получить новый, но нового Эрни уже не получишь. Эрни! Думаю, это здесь. Прошло почти два часа, а Эрни нет. К тому моменту дело уже дошло до того, что было совсем не смешно. В голову лезли мысли, что если кто-то из нас получит травму, это будет плохо. Мы были измотаны, у меня начались судороги. В руках я чувствовал, что теряю сознание. Адам шел впереди, мы добрались до скалы. И вдруг она рушится, и он сползает вниз по обрыву. Ничего. Ударился ногой, все нормально. Попробуй сейчас. Я его слышу. Что? Он нашел его. Отлично. Ты на другой стороне. Ты в той стороне? Ясно. Я нашел его. Где-то на высоте девяти метров на дереве. К счастью, это было тонкое дерево. Я его встряхнул, и дрон упал. Я его поймал до того, как он упал на землю. Кажется, он не поврежден. Мы еще полетаем, и у нас есть аэроснимки Нанмадола. Если бы не Нанмадол, я бы его так и оставил. Глупо было туда лезть. Ладно. Посмотрим. Насколько нам известно, это первые снимки Нанмадола, полученные с дрона. Древний комплекс размером в 90 городских кварталов, выстроенные вручную. Этот материал стоит того безумного приключения по возвращению дрона. Потрясающие кадры. Я рад, что мы не сдались. после изнурительной ночи Эрни работает быстро. Погода опять предвещает беду. К приходу следующего тропического ливня Эрни получает все, что ему нужно. Работа сделана. Отлично! Успех! В наших путешествиях мы повстречали высших хищников Тихого океана. самого крупного, самого крутого, самого подлого и хищника на вершине пищевой цепи. Неумолимого и порою безрассудного. Мы прибыли в Палаван на западе Филиппин. Тут богатая и разнообразная морская среда, в которой мы надеемся заснять самых робких животных Тихого океана. Палаван Филиппины. Дюгони. Их еще иногда называют сиренами. В некоторых районах мира они находятся под угрозой исчезновения. Такая опасность угрожает им даже в столь удаленных областях, как эта. Кинооператор Скотт Снайдер и местный гид Амар Линксанган ждут того, что делают все морские млекопитающие, когда дюгони выберутся на воздух. Он был. Там был дюгонь. Я думал, что увижу какой-то знак. Он еще там. Вы их там видите? Да. Два дюгоня. Мама с малышом. Некоторое время не терпит присутствие Скотта, но затем глубокое погружение и их нет. Нервничающие дюгони становятся неуловимыми. Они правда о тебе знали? И весьма хорошо. Постоянно оглядывались. Она наблюдала, выписывая вот такие узоры. Я замирал и смотрел успокоятся ли они. Подплывут поближе, но похоже им это не очень понравилось. Хорошее первое наблюдение. Мама с детенышем. И вот сюрприз. Они вернулись. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы приближались медленно подкрадываясь и тут под водой прямо сквозь тебя оглушительный бум. Кто-то взорвал динамит. Да, потрясающе было услышать и почувствовать это под водой. Незабываемо. Похоже на динамитную рыбалку, строжайше запрещенную. И это дело нашего гида Омара, у которого есть вторая работа. Взорвать кусок динамита для чего? Чтобы поймать несколько рыб, дюжину. Ради этого отрывают огромные куски рифа. Поразительно и очень-очень тревожно. А что с дюгонями? Этот оглушительный звук прошел через весь залив. Кто знает, где они сейчас? Шансы, что они все еще на мелководье равны нулю. Омар возвращается. Похоже, парня они не взяли, но прихватили его лодку и тащат ее сюда. На самом деле, это серьезные потери. Омар вызывает подмогу. Я нашел одного из тех, кто применил динамит. Это незаконно. Это нечестная игра. Это да? Они осмотрели? В лодке что-нибудь было? Нет еще, я не хочу пока ничего трогать. Будешь кого-нибудь ждать? Лодка теперь тоже место преступления, а Скотт хочет исследовать настоящее место преступления, чтобы увидеть повреждения. Давай отправимся и посмотрим, что мы найдем там, где он сбросил динамит. Мы неплохо знаем район, сделаем подводные съемки, хорошо? Пожалуй, это не самая приятная, но редкая возможность. Мы переваливаемся через борт и опускаемся. Ты не знаешь, что предстоит увидеть. Немного нервничаешь, и это было ужасно. Мы плавали в круге радиусом примерно в пол гектара от центра взрыва. Там не было ничего живого, ни рыбы, ничего, многие сотни рыб мусором на дне, среди пальцев, кораллов, по всем углам и закоулкам. Все мертво. Если были выжившие, частично спрятавшиеся от взрыва, они были совсем дезориентированы, вертелись кругами. На это было очень страшно смотреть. Что-нибудь нашли? Да, конечно. Пожалуй, это было самое пугающее в моей жизни погружение. Правда? Береговая охрана отправляет еще одну лодку, чтобы собрать улики. на следующий день в глубоких водах они в безопасности. Дюгони, которых мы снимаем, очень пугливые. Это хорошо. Они стараются избегать людей, и это заставляет меня думать, что осторожность пойдет им на пользу. Но они переживают трудные времена, и без хорошего обеспечения правопорядка и исполнения законов я за них беспокоюсь. Посреди Тихого океана высится остров Мальпелло. Остров Мальпелло, Колумбия. Примерно в 500 километрах от побережья Колумбии находится одно из самых лучших в мире мест для дайвинга. Мы приехали к акулам, и это восхитительное зрелище. Затем мы услышали про гиганта, которого тут не должно быть. обыкновенная песчаная акула типична для южной части Тихого океана, но кроме одного раза ее никогда не видели так далеко на севере. Я воскликнула, кто это? Сажусь вот так на камень и смотрю, как акула подплывает, 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 и я начинаю. Колумбийский морской биолог Сандра Бессуда изучает акул в Мальпелло. Она помечает их и отслеживает подводными приемниками. Вместе с коллегой Эрикой Лопес. Глаз акулы идущий вот так. Я так она меня увидела и я нырнула. И сейчас она хочет пометить своего неуловимого гиганта. Обыкновенная песчаная акула обитает так глубоко, что ей придется ставить метку, которую отслеживают спутники. Сандра говорит, что в это время года акула обитает ближе к поверхности, но найти ее шансов мало. Мальпелло это кусок лавы на вершине подводной горы, уходящей более чем на 3 километра ко дну моря. И местные воды опасны, сильное течение, безжалостные волны и падение в бездну. Было темно, очень-очень темно, как будто ночное погружение. Хорошие условия, чтобы увидеть чудовище. Нет, видно лишь на 5 метров. Но это природа. Придется ждать. Три дня все та же история. Темная вода, никакой акулы. У нас почти вышло время. Еще только один шанс встретить невыловимое чудовище. И в последний день прозрачная вода Мальпелла показывает, почему он один из самых богатых заповедников Тихого океана. Но где же таинственная акула? Погружение было очень хорошим. Много акул-молотов, сотни молотов, сильное течение. но чудищ в следующем году. Даже в наш последний вечер Сандра ищет свою песчаную акулу и находит кое-что другое. Молодая Олуша все еще учится летать. Она слишком долго пробыла в море и промокла и не может взлететь. Если она просохнет, то снова взлетит. Еще пару минут и подружилась бы с акулой. Держите ее. Сейчас подсохнет. Когда Олуша высохнет, Сандра собирается отпустить ее на берег. Когда завтра взойдет солнце, мы все отправимся в новое путешествие, оставив тех, кто ушел. Говорят, время не ждет. Мы поняли это непростым путем. Залив Ханчжоу Вань, Китай. Каждый сентябрь в устье залива Ханчжоу Вань происходит природное явление, которое китайцы называют Серебряным Драконом. Все начинается с ряби, но это ненадолго. Надвигающийся прилив встречается с мощным течением реки Цянь-Танцзян, образуя стоячую волну. Это называется приливной волной. Огромная приливная волна. Огромная. Мы снимаем со стен Ханчжоу. Их построили много веков назад, и они до сих пор стоят и защищают город от наводнений. Ожидается, что здесь дракон будет самым яростным. Но где конкретно никто не знает. Кинооператору Скотту Снайдеру придется испытать это на собственной шкуре. Да, вон летит. Мы знали, что нужно найти те места, где это будет наиболее впечатляющим, потому что мы приехали, чтобы показать эту приливную волну во всей красе. Поэтому мы пытаемся найти лучшие точки и ракурсы для съемки, оставаясь в безопасности. Порой волна бывает столь велика, что прорывается сквозь стены и убивает людей. Он собирается потягаться с волной, обогнать ее и заснять с самых разных ракурсов. Расследуем здесь. Проявим инициативу, нужно быть готовыми сбежать. Выскочил, снял, я хочу сделать это столько раз, сколько сможем. Да, мы ее обыграем. У нас еще есть линия пирсов. Дейзи, проезжай мимо пирсов, и пусть врезаются, но ее пути живут более семи миллионов людей. Лодки попросили убрать в гавань, но толпы зрителей остаются, чтобы увидеть ревущего дракона. И вот он появляется. Когда видишь, как издали накатывает волна, она не кажется огромной. Но это не то, что волны на пляже. Одновременно налетает весь прилив, и это невероятно мощно. сначала она выглядит как метровая волна, за которой нет впадины. Но там, где залив мельче, волна будет нарастать еще больше. А потом все, она поднимается по реке. Мы вроде как ее опередили, нашли другой ракурс и сделали еще один снимок. Взгляните на те волны. Остановиться? Нет, поезжай, объезжай их. Нам нужно поймать, давай, давай, давай. Где-нибудь здесь. Я не хочу, давай ты. Ну и людно же тут ворот. Тупик и прилив догоняет. Оператор нас блокирует? Бежим. Команде придется покинуть автобус. У нас есть секунды, чтобы заснять дракона. Потом все закончится до следующего года. Одно из самых эффектных мест, что мы снимали. Тут мы поняли, что такое обратная волна. Поворот на 90 градусов в реке по сути создает гигантское препятствие приливной волне. Происходит обвал гиганта, а затем снова в реку. Обрушивается на перила. Невероятно впечатляет, когда это видишь. Зрелище потрясающее. Минуту, будет еще больше. Боже, очень большая, летит на опору. нам интересно, сможет ли камера, закрепленная на дамбе, противостоять дракону. Успешно. Дракон мчится дальше, чтобы сбросить пар вверх по реке и умереть. Команда может проверить отснятый материал. Видишь того парня в углу? Смотри. Потрясающе. Отлично. Здорово. Я волновался, что тут ничего не получится. Я убеждал себя, что это будет небольшой всплеск. Не хотел разочаровываться. Оказался такой невероятный бушующий прилив. Одно из самых потрясающих явлений, которые я видел. «Да, было весело». Не каждый день сталкиваешься с китайской легендой. Наша команда добавляет в свой список достижений еще и гонки с драконом. Порой именно мелочи мы помним лучше всего. Снимать дикую природу и ее историю ни с чем не сравнимая работа. Это сидит в крови. Это тяжело, грязно, опасно и вдохновенно. И немногие места вдохновляют так, как этот почти бесконечный океан. С большим уважением Великий Тихий Океан. Память Роберта Кранстона рассказывал Дэниел Деким Переведено и озвучено компанией SDI Media Россия в 2018 году. Редактор субтитров